Все-таки польза есть такая, как голоска. Да, раз в 4 года. Раз в 4 года. А этот раз голосовать будем, сделайте на колодочках. Кто делал? Колодцы поднять надо. Вот так вот. Ну это же ПХ должно, но они все не делают. Они все в 3-е заберут. Вот подойдите, пойдемте. Пойдемте, я что-то делаю. Пойдемте, я что-то делаю. Тут нужно кирпича-то, всего ничего. Да, да, я понял. И ведро цемента. Хорошо. Какие-то дуэвострики. Ну так стараемся. А кто сажал? Мы сажали жителей. Вот ходят сажают. Люд, рассказывай. Держи штаб. Да, скажи попросту, начни. Все свои. Не медленные дрова, не все сразу, а толкал. Девчонки, давайте я расскажу, что нам девчонки собрались. Ну давай. Люда пришла ко мне на дебаты. Ведь я был на дебатах в ДК Гагаре. Она задала вопрос про честные, про какие-то еще, ну какие-то вещи. И просто сразу после дебатов мы сюда приехали и все показали. Так что я уже все знаю, все видел. Единственное, что, конечно, я не коммунальное хозяйство. Я не уверен, что меня выберут. Но если меня даже не выберут, то я через свой журнал, вот и Коград, я постараюсь вам помочь. Большое вам спасибо. Вот мы напишем, мы обратим внимание, мы поставим этот вопрос. И, собственно говоря, Люда, почему сказала, что встретимся, поговорим здесь, обсудим этот вопрос. Вот, но, конечно, это не задача журнала. Но раз уже так пошло, раз уже так вышло, то если вы меня уполномачиваете, я бы... И вы знаете, вот, Игорь Владимирович, смотрите, вот бетонный забор поставили, вот старожилы не дадутся врать, у нас дом сразу поплыл. Потому что мы доказываем, что дышать нечем, что дом задыхает. У нас 32 покойника, вот тот черепчик стоит. Представляете, в одном подъезде, в одном подъезде, в одном подъезде стоит, серьезно. У нас бегут все отсюда, кто поездят. А стали смотришь, как они подратики. А потом, если бы они загородили свою площадь, а то чужую задели. И чужой прихватили еще. Да. Что здесь детям некуда поездить, не поездить, не поездить. И у нас одна лапка, в детском этом. На детской площадке сидим. На детской площадке. Вот сюда мы гуляли. Одна площадка. У нас сейчас больше 60 малышей. Ну, я видела, там площадка-то подготовлена. Она не благоустроена. Она 10 лет даже была. Ну, и опять же, вот, очередные выборы привезли, бросили ворота и все. И все, и на этом закончилось. И на этом все кончилось. Да, шарик вообще. Знаете, вошли две машинки, разбросали. А что это? Вообще ничего. Вот. Она как была вот такая. Можно от молодых мам сказать? Да, да. В прошлом году вот у нас была реставрация этой площадки, скажем так. Ну, вот что мы увидели? Собственно говоря, ее только покрасили краской. Вот. Ну, спасибо. Своими силами. Своими силами. Вот это вот сломалось, крутил бы ты их и никто не делает. Да нет, ну просто в городе Сергеевпосаде, в любом районе, даже не знаю, там где-нибудь на скобянке, везде на кирпичке, есть банальная детская площадка. То есть не надо там многого, но хотя бы простая вот, чтобы она была удобная. Этим сооружением уже много-много лет. Они в 90-м году были поставлены. Ну, хотя бы, больше ничего не нужно. Просто какая-то для малышей. Папа, да? Ну, не нужно. Вот элементарно качели. Там на Агане уже сейчас вот дождик, тут лужа. Да, грязь. Да, грязь, да? Вот эти площадки строятся, но как вот для скидских прудов. Вот что здесь такая... Лужа кругом и грязь, и на нее не выйдет. Места не хватает, можно не дать. А карусель? В общем, это самое главное. Просто для детей площадка если была, потому что у нас очень много детишек. Очень. Очень много детей. Но я думаю, что... Вы знаете, что... Конечно, не хочется верить, что это случится, но... Обращаюсь сейчас, что я. Ото всех обращаюсь. Они как выдвинули, вот я все говорю, все, что все проблемы, я одна говорю. Мне говорят, что вы одна ходите? Я говорю, давайте приведу всех. Ну что, мы все ходить будем туда? Я говорю, почему мне не верить? У меня подпись, у меня все. А здесь взрослые мастер-население. Здесь старые родители. Спасибо большое. А можно сделать так? Можно попробовать сделать сомнительную? Делали мы. Если я, допустим, по какому-нибудь инвестору, он привез, на допустим, материалы, а восстановить сами. Сами сделаем все, господи же говорит, ничего. Сделаем. О чем ты говоришь? Старики одни выходят. Молодежь, где ты видишь? Я говорю про себя. А вот пешок. Пойдем, Галей, ни один не соберет. Я пойду, ни муж мой пойдет. Детей очень много. У них детей много, заботы большие. Мне никто не пойдет. Люда выйдет. А мы с тобой выйдем, что мы сделаем. А вот как папа свои. Папа, вы же увидели людей, вы примете что-нибудь? Вот в том году я красила, хоть один папа вышел, никто. Все работали, вы днем выходили. Вот не надо. Ваше днем, что вечером, что утром. Дети вам не нужны чувства. Это вам тоже я вычитываю правильно. Потому что когда мы были молодыми, мы выходили своим детям и делали все. У нас отмечают, что мы тоже делали все. И сейчас стараюсь для ваших детям все. Хорошо, это как вариант. Как вариант, это очень хороший вариант. Это очень хороший вариант. Если вы прошляпи, когда нам дают материалы, то будет полный диагноз, понимаете? Нет, мы не против поставить. Если готовы консульции, мы поставим. Вот это канал, если привезут к завтра. Что там сейчас привезут? А там нет металла. А наши пластиковые. А там нет металла. А вот эти вот горки, вот эти стандартные. Площадки нестандартные. Не пески какие-то металла, а горки, что-то тонкие. Нет, мы даже можем собрать, ведь она там в зероной консульции, чтобы не было такого. Вам придут доски, не струбленные ее, черный металл. Пожалуйста, выстроивайтесь. Здесь все рецепт. Пластик уже сделки сделки. Пожалуйста, у меня варьет. Пожалуйста, пожалуйста. Это нам, мы любим. Площадочка. Ну а как? Ну а не знаю. Пошли, сошли, сошли. Пошли, сошли. Пошли, сошли. Пошли, сошли. Пошли, сошли. Пошли, сошли. Давай, маме, хватит. Да им некуда, им надо работать. Сейчас же они все работают у хозяина. Ну вот, попробуй, не прийди на работу. Я предлагаю вам заговор. Ну все эти вопросы улюбились. Я понял. Я предлагаю вам заговор. Заговор. Поддержите меня. Делаем следующим образом. Ровно через месяц выборы как раз уже уйдут. Мы вернемся к этому вопросу. А я вам расскажу за это время, что сделал. И вот я оставляю визиточки. Пишите мне на электронную почту.